Всем большой привет! Сегодня 3 февраля, суббота. Вчера вечером я переставила работу на моем станке. Поменяла станок из большого, он у меня стал вот таким маленьким. И поставила я мою работу «Спимая радость» от Lansweet. Вчера вечером я завершила вот такой маленький кусочек, здесь зашила по цветам, ну а здесь уже я взяла и пошла парковкой, потому что здесь много цветов, и захотелось мне повышивать парковкой. Заодно сняла вам видео о парковке, немножко поболтали. Работа яркая, красивая, интересная, и она практически наполовину вышита. Вот, поэтому мне хочется надеяться, может быть, в феврале получится мне ее завершить. Может быть и нет, потому что я планирую до 20-го числа ее повышивать, чтобы потом переставить на мой станочек моих сов, ну а потом я вернусь снова в поисках золота. Я решила немножко, так сказать, остыть, отлечься в поисках золотом, потому что меня там сильно утомили нитки, и я решила не накапливать в себе вот эту вот тяжесть, немножко отвлечься, посмотреть на процесс с другой стороны и как-то его переорганизовать. Я хочу что-то придумать, может быть, самостоятельно смастерить новый станок. Если не получится, придется заказывать. Но пока я надеюсь, что у меня получится смастерить самостоятельно большой станок. У меня есть большая рама на метр, поэтому туда все хорошо натянется. Вот, единственное, что нужно будет придумать что-то с новой, с ножками. Ну, может быть, как говорю, и получится. У нас есть такие магазины, где продают разные деревяшки для дома. Есть, ну, как называется, сделай сам, да, поехал, купил каких-то деревяшек и сделал дома какую-то мебель, какие-то вещи. Вот я хочу приобрести там несколько каких-то планок, может быть, получится сделать станок. Это мои такие мысли на сейчас, поэтому я решила переставить вот этот процесс, чтобы отвлечься на что-то более позитивное, дать себе шанс сделать еще одну готовую работу, подняться, так сказать, в себе моральный дух. Ну, и этот зайц, он, конечно, не может не радовать. Посмотрите, какая красивая, яркая работа получается. Нужно будет дошить еще немножко вот ряд, небольшой ряд. Вот здесь на два квадратика вверх. Это будут первые два листа, не самые объемные, самые большие, вышить бэкстич, а там уже, как говорится, рукой подать и до финиша. Поэтому я буду стараться вам снимать каждые 2-3 дня свои продвижения, показывать, что у меня есть на конве. И посмотрим, что же у меня получится в итоге. Не прощаюсь. Сегодня воскресенье, и вчерашний субботний день не прошел без результата. Я вышивала, и мне удалось вышить вот такой фрагмент. На конве, конечно, смотрится вроде бы и немного, но на схеме достаточно приличный такой кусочек отшился, около тысячи крестиков. Здесь часто меняется ниточка, очень такая кропотливая работа, и не сразу я к ней привыкла. Долго не могла настроиться на этот процесс, знаете, войти в его, скажем так, философию всей этой схемы. Но как только я немножечко повышивала, где-то 100-200 крестиков отшила, с торковкой, я уже настроилась на этот процесс, и дело пошло полегче. И вот знаете, так приятно, когда берешь работу, где есть уже отшить большой-большой фрагмент, ты видишь, что уже много уже сделано, осталось немножечко приложить усилий, и будет готова работать, это придает каких-то особых сил. И я вот не знаю, получится, не получится, но я очень хочу до конца месяца вышить эту работу. Я буду стараться, по крайней мере. И поэтому вот снимаю такими частями, показываю. Вот такой вот кусочек у меня вышелся за вчера. Сегодня не вышивала, домашние дела, поэтому и завтра я буду работать допоздна, поэтому, скорее всего, мы с этой работой теперь встретимся во вторник. Ну, а на этом я не прощаюсь. Увидимся в следующем включении. И снова всем привет! Итак, что у меня отшилось за последнее время по моему зайчику? Вот, как вы видите, отшился небольшой фрагмент, но в то же время есть у меня продвижение. К сожалению, вот здесь у меня осталось какое-то пятнышко, оно у меня не дошитое. И вышелся вот такой ряд из трех квадратиков в высоту. Это 18-й каунт, поэтому здесь вышивка очень такая меленькая, меленькая, очень много здесь используется цветов, смена нитки часто идет. Ну, дизайн очень хорошо проработанный, я уже об этом вам говорила, и здесь высокая сложность. Действительно, это для уже опытных вышивальщиц, рукодельниц. Я недовольна своими результатами, что у меня даже не получилось дошить вот этот вот кусочек, я вам показываю так, как есть. Связано это с тем, что очень много времени у меня заняли мои бескорнюшки, эти маленькие процессики оказались такими коварными, и практически я зайкой не занималась, ну, несколько дней. И за несколько каких-то дней у меня вот такой вот хороший, в принципе, результат, но, к сожалению, не то, что я хотела. И опять же, к сожалению, мне придется сейчас опять его отложить, снять со станка и поставить сюда совсем другой процесс. Связано это с тем, что я участвую в совместном проекте, такие разные совы, и там нужно отчитаться до 25-го числа каждого месяца, ну, соответственно, ну, мне нужно хотя бы каких-то несколько дней, чтобы что-то вышить, и можно было отчитаться. Поэтому я моего зайчика буду сейчас снимать, откладывать, и как только я отчитаюсь по совам, я немедленно вернусь к этому процессу, больше уже откладывать не буду. Я поставлю и, как говорится, буду добивать зайца. Вот. Процесс, конечно, невероятно милый, яркий, красивый. Показываю вам сейчас обложку, снова напомнить, что я вышиваю. И вот эта линия, это уже половина работы. Причем половина работы самая-самая нагруженная, а вторая половина, она не настолько сложная. То есть я сейчас вот где-то на этом уровне нахожусь, где тут носик у зайчика, и дальше мне останется вышить, в принципе, вот эти вот, дошить зайца и вышить вот эти веточки по округу. А здесь дальше ничего не вышиваются, только звездочки. Здесь очень сложный, разноцветный, подробный, дробный бэкстич. Я когда вышивала вот травку вот здесь, вот здесь, буквально какие-то листики, да, казалось бы, там столько бэкстича, очень было тяжело, я потратила много-много времени. И, знаете, вот такой вот резкий идет, когда перепад, когда ты вышил все крестики, и думаешь, вот сейчас я быстренько вышью бэкстич и увижу уже готовый какой-то результат. Когда садишься за него, начинается тормозиться процесс очень долго, ты шьешь-шьешь бэкстич, и никак его не можешь закончить. Какой-то такой психологический спад происходит, и я потом отложила эту работу. Но вот на данном этапе работа у меня идет уже к половине, и, знаете, прям вот появляются какие-то крылья, и хочется только этой работой заниматься. Вот у меня почему-то так, сначала процесс идет, ну, не очень как бы легко, вначале интересно, потом что-то отошьешь, уже начинаешь думать о другом процессе. Но как только процесс доходит до половины, все, вот прям уже виден финиш, думаешь, что все, все, скоро-скоро я уже вышлю. Ну вот у меня получилось так, я увлеклась этими бескорнюшками, они заняли много времени, поэтому мой заяц простоял. И, к сожалению, в феврале я его, наверное, не закончу, но в марте уже точно я его закончу, ни на что отвлекаться я не буду. Вы видите, как выглядит мой станочек, да, я вам показывала, как я его переодевала. Очень удобный, практичный станок, я работаю за столом, для меня это самый удобный вариант вышивки, потому что у меня хорошее кресло, в моей спине очень удобно, я могу выставить любую высоту, как у кресла, так и у станка, поэтому мне никуда не нужно тянуться руками, не нужно нагибаться, не нужно скрючиваться. Очень удобно и комфортно, сколько я для себя пробовала разных вариантов, вот мне понравилось только-только за столом. Ну, может быть, у всех разная мебель, разные вообще как бы вкусы, кому-то нравится по-другому. Я просто за себя рассказываю, как я вышиваю, как мне удобно. И у меня рядышком стоит компьютер, я стою, точнее, мой ноутбук, и я смотрю там ваши видео, у меня тут все мои полочки, все мои принадлежности внизу, поэтому мне очень удобно и комфортно. Вот, помогает мне в работе вот такой нитка, органайзер для иголочек, видите, здесь воткнутые иголочки, очень удобно, и вот если бы не он, я не знаю, куда бы я столько игол втыкивала, и очень полезная штука, отдельный органайзер для игол, но, честно вам скажу, для хранения, если много процессов, и под каждый имеет свой такой органайзер, ну, получается как бы не просто даже дорого, а очень объемно по месту, потому что нужны тогда коробки, где-то нужно как-то их хранить, а вот для одного-двух процессов просто красота, очень-очень удобно, вот, так что вот такие у меня здесь продвижения, к сожалению, опять же, вот практически дошила, но бэкстича еще здесь нет, в следующем этапе у меня, конечно, я дошью полностью этот ряд, это будет половина, и приступлю к бэкстичу, вышью бэкстич, и потом уже буду перекручивать вниз канву и вышивать вторую половину, очень уже мне хочется увидеть эту работу готовой и насладиться результатом. Так, хочу показать вам еще мои две маленькие-маленькие покупочки, как бы в последнее время я покупок не совершаю, но вот иногда какие-то мелочи, они все равно пригождаются в работе, нужны. Первая моя такая покупка, она получилась случайной, потому что мы купили для работы такие вот, скажем, крепежи, и у меня сразу появилась идея, что мне можно ее использовать для организации одного моего масштабного процесса. Сейчас расскажу и покажу все подробно. Значит, здесь вот такие полосочки двухсторонние, которые между собой склеиваются, не склеиваются, у них есть такие как зубчики, и если их друг к другу прижать, они приклеиваются, да, вот скрепляются, вот здесь показано, они скрепляются, и показано, что они выдерживают до 5 килограмм, что они очень крепкие. И в данном случае предлагается, посмотрите, вот таким образом вешать картины, но я, конечно, побоялась использовать для того, чтобы вешать картины, на работе я попробовала, если, знаете, вот чуть-чуть там как бы затронуть, потянуть, то они открепляются. Но для чего же я их купила? Для чего же я их себе приобрела? Вот так вам показываю, как бы саму инструкцию, что здесь да как. Так, я хочу таким образом попробовать закрепить мою канву на процессе в поисках золота 2. У меня есть широкая рама на 1 метр, и чтобы там не клипсами закреплять, нужно очень много клипс, и я думаю прибить просто, да, канву к раме. И когда увидела вот этот вариант, ну, сразу вы понимаете, что я подумала вот таким образом закрепить канву. То есть я буду на раму, на деревяшку к рулу приклеивать одну половинку, на канву вторую, и таким образом их скреплять. Они тоненькие эти полосочки. Вот здесь выйти, вот так, их там 5 или 6 штучек. Пока открывать не буду, чтобы они не рассыпались. А когда уже буду организовывать процесс, я вам все покажу, что да как. В общем, вот такая вот интересная штучка. Кстати, вы видите, вот она цена. Цена, цена в евро. Цена в евро. Ну, так как сейчас у нас границ нет, я думаю, что везде можно найти такие вещи, если кому-то понадобится. И вторая моя покупочка. Я опять была в Икеа по делам. Вот. И проходя мимо, я не могла пройти мимо вот такой штуки. Это лампа на прищепке с очень-очень длинным проводом, шнуром. Да, это ничего как бы нового я вам не покажу. Америку не открою. У всех уже есть эти лампы. Но так как мне не хотело заказывать ни с России, ни с Алиэкспресс, и не знаю, что тебе придет. Я смотрела, мне нравились, но купить как-то я себе не решалась. А здесь, когда я увидела уже живую, встретилась, я увидела, что очень яркий, хороший цвет, это качественная лампа и недорогая. Она стоила 9 евро. Вот такая здесь лампочка. Я, конечно же, сразу ее схватила. И пользуюсь ей, когда вышиваю что-то где-то не за столом, потому что на столе у меня есть хорошая лампа яркая, мне не нужен дополнительный свет. А если я куда-то хочется на кровати повышивать, я устала, я закрепляю вот прищепкой за край тумбочки прикроватной и направляю себе свет. Очень-очень удобно. Вот такие вот у меня две маленькие покупочки. Вот, девочки, такой у меня отчетик. Ну, а я желаю вам, конечно же, хорошего настроения, здоровья и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok